В эфире «Жестокий спорт». Программа о том, чем рискуют профессионалы и любители, выходя на площадку, помост или ринг. Какие травмы и повреждения стоят за радостью побед и горечью поражений. Чем жертвуют чемпионы ради золотых медалей. И как именно растяжения и переломы повлияли на эволюцию спорта. Здравствуйте, я Александр Лин, врач-травматолог. Более 20 лет я занимаюсь спортивными травмами и знаю все об этой сфере человеческой деятельности. С нашими экспертами мы выясняем, где находится зона риска и можно ли сделать спорт более безопасным. И сегодня в центре нашего внимания сразу несколько популярных видов спорта, где соперники сходятся один на один. Поединок – это больше, чем просто спорт. Это битва личностей. Победить или проиграть? Третьего не дано. Любое единоборство прекрасно воспитывает характер. И, конечно, помогает защитить себя. Неудивительно, что в эти виды спорта стремятся тысячи мальчишек. Но чем они рискуют? И о чем должны помнить их родители? Бокс, фехтование или борьба? Какой из поединков и насколько опаснее с точки зрения травматизма? Сегодня мы выясним это. Нам поможет особая система подсчета, основанная на десятибальной шкале. Возьмем три составляющие. Во-первых, возможная тяжесть травм. Во-вторых, их чистота. И, в-третьих, показатель незащищенности спортсмена. Чем лучше защита, тем меньше балл. Итоги в финале программы. Вольная борьба зародилась в Великобритании. Но популярной стала только в США. Именно поэтому до середины 50-х годов ее называли вольно-американской. В отличие от классики, здесь можно сделать захваты ног и подсечки. Поэтому схватки проходят более динамично. Но и вероятность травмы резко возрастает. Вот несколько типичных травм, полученных знаменитыми борцами-чемпионами. Первенство мира 2003 года. В четвертьфинале россиянин Бувайсар Сайтиев ломает челюсть в трех местах. Но продолжает бороться и становится чемпионом. В 2015 году на Европейских играх Валерия Каблова в первой же схватке травмировала колено, повредив практически сразу и мениск, и связки коленного сустава. Удивительно, но всего через год она стала серебряным призером Олимпиады. За три месяца до Олимпиады в Атланте на чемпионате Европы Александр Карелин порвал большую грудную мышцу. Врачи запрещали ему бороться, но великий чемпион выиграл Олимпиаду, по сути, одной рукой. Александр Карелин – настоящая легенда этого вида спорта. Занесен в книгу рекордов Гиннесса как борец, не проигравший ни одной схватки за 13 лет. Он не раз выходил на ковер с травмами рук, ног, сотрясением мозга и переломами ребер и всегда побеждал. Мы по травматизму-то на самом деле недалеко ушли от альпинизма и хоккея. Конечно, не пытаясь сказать о том, что мы смертоносно опасны в этом виде, но у нас переломы ребер, переломы конечностей, ну, соответственно, разрывы мышц. По правилам греко-римской борьбы нельзя проводить удушающие и болевые приёмы. За них вполне могут дисквалифицировать. А если судья вовремя не заметит запрещенный захват? Такие случаи бывали? 2016 год. Полуфинал Олимпийских игр в Рио-де-Жанейро. Встречаются борцы греко-римского стиля – россиянин Роман Власов и Боже Старчевич из Хорватии. Наш атлет уверенно ведёт в счёте. И вот Хорват берёт Власова на приём удушения и кладёт его на лопатки. Роман остаётся лежать на ковре без сознания. Давайте разберёмся, что случилось с Романом Власовым в полуфинале Олимпийских игр. Хорват выполнил удушающий приём и надавил на сонную артерию нашего спортсмена. Роман потерял сознание на несколько секунд. Мог ли соперник задушить Романа Власова? Теоретически это возможно. Запрещённый приём, который провёл хорватский спортсмен, борцы называют гильотина. Длительное удержание соперника в таком положении вызывает гипоксию, повреждение мозга и смерть. Через несколько секунд Роман пришёл в себя и продолжил схватку. В итоге он стал олимпийским чемпионом. История со счастливым концом – да, но ведь могло быть иначе. Роману повезло. В момент удушения борьба шла в партере. Ударомат был не сильным. Если бы противники находились в стойке, наш борец упал бы практически с высоты собственного роста. Неконтролируемое падение – огромный риск для спортсмена. Могло случиться всё, что угодно, вплоть до перелома шеи и смертельного исхода. Обычно в секцию борьбы берут детей старше 10 лет. Первым делом молодых спортсменов учат не захватом и приёмом, а тому, как правильно падать. За одну тренировку борец оказывается на ковре десятки, а порой и сотни раз. Как говорят профессиональные борцы, чтобы приём вошёл в подкорку, необходимо сделать более тысячи его повторов. Болезненные падения во время соревнований случаются. Иногда они приводят к травмам. Но касается это в основном молодых борцов. Во время амплитудного броска борец поднимает противника и с усилием бросает намат. Если в этот момент выставить руку, кость не выдержит. На что это похоже? Подходящую аналогию поможет подобрать физик Валентин Тираут, постоянный эксперт программы. Эта тонкая стеклянная колба – модель человеческой руки. Смотрите. Она легко держит вес тяжёлого металлического шара. Как акробат держит вес всего своего тела на одной руке. Но стоит нам смоделировать удар... ...колба не выдержала. Всё дело в том, что при ударе колбе необходимо выдержать вес в несколько раз превышающий массу шарика. Давайте посмотрим на последствия. В большинстве случаев нагрузка во время падения приходится на плечо. При этом сустав травмируется и во время схватки. Существует множество захватов, при которых плечевой сустав скручивается и растягивается. В вольной борьбе есть своя специфика травмы плечевого сустава. Когда спортсмен делает захват ног соперника, он максимально наклоняется вперёд и вытягивает руки. И если захват не удался, то соперник упадёт сверху на плечевой сустав. Давайте посмотрим, как это может произойти. Чаще всего страдают сухожилия вращательного манжета плеча. Возникает импиджмент плечевого сустава. Импиджмент в переводе с английского – столкновение. Так что же с чем сталкивается? Посмотрите, это лопатка. При постоянных пиковых нагрузках вот эта часть деформируется, образуется костный шип. Сухожилия, которые помогают нашей руке вращаться, постоянно трутся об этот выступ. Возникает сильная боль. Теперь вычислим наш собственный рейтинг травмоопасности этого вида спорта. Первая составляющая – тяжесть. Смертельных случаев в современной истории этого вида спорта не зафиксировано. А подавляющее большинство травм – средней степени тяжести. 5 по 10-ти бальной шкале. Теперь частота. Среднее число травм у борцов на 1000 занимающихся – около 60. Показатель, сравнимый, например, с баскетболом. Это 8 баллов. Третья составляющая – защита. Чем она лучше, тем ниже балл. 8 очков. Ведь борцы выходят на ковер лишь в трико. Сумма – 21. Это довольно много. Но больше или меньше, чем в других видах поединков? Рискуют ли борцы сильнее, чем боксеры или фехтовальщики? Продолжим наше исследование. Фехтование – один из четырех видов спорта, входящих в программу всех без исключения Олимпиад. Перед вами наш список наиболее громких травм знаменитых спортсменов. На Олимпиаде 80 Владимира Лапецкого проткнули рапирой насквозь. Клинок проскользнул по ребрам. К счастью, он не задел жизненно важные органы. Миниатюрная итальянка Валентина Вицали несколько лет выступала с травмой колена и даже перенесла операцию на крестообразной связке. Однако это не помешало ей стать одной из самых титулованных фехтовальщиц планеты. Олимпиада 1972 года. В бою Виктору Сидяку осколок сломанной сабли попал в маску. Саблист едва не потерял глаз, но в итоге врачам удалось спасти Виктору зрение. Но, пожалуй, самая известная трагедия в этом виде спорта произошла на чемпионате мира 1982 года – смерть советского рапериста Владимира Смирнова. Во время боя у его соперника, немца Матиа Сабера, сломался клинок. Острый обрубок рапиры пробил маску Смирнова и стал причиной его гибели. После этой трагедии Международная федерация фехтования всерьез задумалась о безопасности. Поменять пришлось практически всё. Клинок, защиту, маску. Производители экипировки утверждают, трагедия больше не повторится. Так ли это? Давайте проверим. После трагедии производители клинков стали искать новый сплав и нашли его в космической промышленности. Марагеновая или мартенситно-стареющая сталь используется при производстве газовых баллонов для космических станций. Предел прочности такой стали в несколько раз выше пружинной. Но насколько сталь сохранит свои свойства, если в ней образовалась трещина? Проверим. Чтобы электроника зафиксировала укол, достаточно небольшого усилия. Но в пылу борьбы спортсмены бьют изо всех сил. Посмотрите, на что способно оружие. Но ещё опаснее — сломанный клинок. Когда клинок попадает в тело, он сильно изгибается. В этой области возникает максимальное растяжение. Если удар был резким и сильным, в клинке могут возникнуть невидимые глазу трещины. И уже в следующем бою он может сломаться. Испытания клинков проводят только в трёх местах в мире. В Москве в Институте спортивно-технических изделий есть уникальные стенды. Именно там проверяют качество оружия. Это шпага из марагеновой стали. С виду она кажется целой. Но это не так. Наличие трещины легко определит дефектоскоп. Теперь на крупных соревнованиях, прежде чем спортсмен выйдет на дорожку, оружие проверяют на наличие трещин. Появление такого прибора — это ещё одна мера безопасности. Если в клинке имеется хоть малейшая трещина, клинок небезопасен. Семён Александрович, помогите проверить. Давайте посмотрим. Сейчас мы увидим на индикаторе. Да, вы видите, что клинок показывает опасную зону. Это означает, что есть трещина. И этот клинок геет изъят. Сталь современного клинка позаимствовали в космической промышленности. А одежда спортсмена — продукт оборонки. Куртка, фехтовальщика и бронежилет солдата сделаны из одного материала — кевлар. Один из самых прочных материалов в мире делают из обычного полиэтилена. При высокой температуре и под высоким давлением молекулы полиэтилена группируются в длинные цепочки — в каждой от 2 до 6 миллионов частиц. После охлаждения материал ещё больше уплотняется. Так получается нить, из которой изготавливается лёгкий и, главное, сверхпрочный материал. Но действительно ли ткань надёжно защищает спортсмена? Итак, одеваем манекен в фехтовальный костюм и проверим, сможет ли пуля пробить его. В костюм фехтовальщика входят штаны из кевлара, набочник — куртка с одним рукавом на ведущую руку. Он сделан из ткани из высокомолекулярной нити. Сверху надевается куртка, тоже из сверхпрочного материала. Таким образом, основная поражаемая поверхность под двойной защитой — 1600 ньютонов. Девушки используют дополнительное приспособление — пластиковый нагрудник. Теперь сделаем выстрел в манекен, защищённый экипировкой спортсмена. С наружной стороны куртки видны повреждения. Смотрим внутри. Куртка абсолютно цела. На манекене незначительные вмятины. Если это был бы человек, то было бы максимум ушибы или гематома. Трагедия сейчас может повториться только по вине спортсмена, который не надел полный комплект амуниции. Проткнуть же фехтовальщика в боевом костюме действительно невозможно. Ранение может случиться только если клинок попал в незащищённое место. Таких немного. Голень, затылок и руки. Ещё один элемент защиты — маска. Лицо закрывает мелкая сетка из плотной нержавеющей стали. По нормам она тоже должна выдерживать удар силой в 1600 ньютонов. Правда, видимость в ней ограничена. Голень рапериста и саблиста не защищена, ведь укол в ногу недействителен. Но некоторые фехтовальщики намеренно наносят укол чуть ниже колена. Удар очень болезненный, поэтому некоторые спортсмены даже надевают футбольные щитки. Сабля, в отличие от шпаги и рапира, не только колющее, но и рубящее оружие. Можно вот так, особым способом ударить соперника по спине. Фехтовальщики говорят, ощущения довольно болезненные. Любая конкурентная деятельность, она очень сильно завязана на психологическую борьбу. И тут все зависит от того, что стоит на кону, и каких-то моральных рамок твоих и твоего оппонента. Кто как далеко может зайти. Чаще всего фехтовальщики все-таки являются образцом благородства и мужества. Они почти всегда соблюдают правила честного поединка. Ведь большинство из них пришли в спорт, прочитав или посмотрев историю о трех мушкетерах. Вычислим рейтинг травмоопасности фехтования. В современной истории этого вида спорта были смертельные исходы. Хотя бы за это он заслуживает 7 баллов по шкале тяжести повреждений. По частоте травм фехтование на среднем уровне. 5 баллов из 10. А вот защита спортсменов на высшем уровне. Как мы видели, холодное оружие не пробивает амуницию фехтовальщика. Индекс незащищенности не более 4. В итоге 16. По нашей шкале это намного ниже, чем у борьбы. Но впереди еще один вид. Современную статистику спортивного травматизма в основном ведут американцы. В нашей стране такие исследования проводились в последний раз в 1965 году. Согласно им, бокс занимал первое место. Но с тех пор многое изменилось. Резкий спад травматизма в боксе начался после того, как больше внимания стало уделяться медицинскому осмотру спортсменов. Но бокс по-прежнему остается травмоопасным видом спорта. Абсолютное большинство травм в боксе – 87%. Легкие – без потерь спортивной работоспособности. На долю травм средней тяжести, из-за которых на короткий период прекращаются занятия спортом, приходится лишь 12%. Но и тяжелые, после которых требуется длительное лечение – это всего 1% травм. При этом две трети всех повреждений спортсмены получают в результате собственной слабой подготовки. Список наиболее показательных боксерских травм может выглядеть вот так. На закате своей карьеры легендарный чемпион Артура Гатти получил изрядную трепку от молодого и перспективного Альфонсо Гомеса. В седьмом раунде ветеран пропустил мощный прямой, результатом которого стал сильный разрыв верхней губы. В итоге – технический нокаут и множество швов. Двойной перелом челюсти, полученный Артуром Абрахамом в четвертом раунде боя с колумбийцем Эдисоном Мирандой, круто изменил ход встречи. Небитый чемпион Абрахам буквально спасался все оставшиеся раунды, но все же не позволил сопернику одержать победу по очкам и сохранил титул. Карьера именитого боксера Билли Коллинза-младшего была разрушена в 1983 году. Соперник Луис Ресто повредил ему глазницу, в результате чего глаз фактически вытек на лицо. На ринг Коллинз больше не выходил, поскольку его зрение так до конца и не восстановилось. Особняком в истории бокса стоят смертельные исходы. В ноябре 1982 года в Лас-Вегасе произошла, пожалуй, самая громкая трагедия на ринге. Это был поединок боксеров в легком весе. В бою за звание чемпиона мира встречались американец Рэй Манчини и Дук Ку Ким из Кореи. Развязка наступила в начале 14-й трехминутки. Манчини отправил Кима в нокдаун. Падая, боксер сильно ударился головой о настил ринга. Он смог подняться на ноги, но рефери все же решил остановить бой. Спустя несколько минут после окончания схватки кореец потерял сознание. В больнице нейрохирурги провели экстренную операцию по удалению из головного мозга боксера обширной гематомы. Но спустя 4 дня Ким умер, не приходя в сознание. После этого боя были пересмотрены правила проведения боев между профи. Количество раундов сократили с 15 до 12. Так от чего могла возникнуть эта смертельная травма? При сильном ударе в голову боксер получает легкость и трясение мозга. Во время боя таких травм могут быть десятки. Можно ли как-то защитить голову боксера? Разумеется. Для этого существуют специальные шлемы, которые выполняют роль амортизатора и смягчают полученный удар. Однако в профессиональном боксе, где бойцы выходят на ринг лишь 1-2 раза в год за большие гонорары, во главе всего стоит зрелищность и яркие нокауты. Но сегодня уже и в любительском боксе бои проводятся без шлемов в угоду зрелищности. Так что шлем – это теперь лишь тренировочная экипировка. Был какой-то период, когда любительский бокс, благодаря нововведениям, стал, откровенно говоря, неинтересен. На даже Олимпийских играх, чемпионатах мира пустые залы. И вновь вернули старую схему, маски сняли, подсчет голосов сделали все-таки живым. Это силиконовая капа. Она смягчает удар и позволяет избежать рассечений внутренней полости рта. Но другие части тела спортсмена на ринге практически не защищены. Пожалуй, нет ни одного профессионального боксера, который бы смог сберечь свой нос от перелома. Боксера всегда можно узнать по кривому носу. Но первое место по травмам занимает не нос, а совсем другие части тела. Подсчитано, что 65% боксерских травм приходится на кисти рук. Боксеры чаще всего ломают пальцы, лучезапясный сустав или пясно-фаланговые сочленения. Здесь очень много мелких костей, и при сильном ударе они просто ломаются или выбиваются суставы. Боксеры часто получают и вывих запястья, ведь при ударе на него действует большая сила. Основная причина такой травмы – плохо зафиксированная манжета перчатки или неперпендикулярное направление запястья к точке удара. Впрочем, главная защита рук боксера – это… нет, не перчатки, а обмотка рук бинтами или тейпом. Зачем боксеры тейпом фиксируют свои кисти? Покажем на этой модели. Эти деревянные рейки будут играть роль тонких пясных костей руки, а гидравлический пресс сымитирует нагрузку на них при ударе. В данном эксперименте потребовалось чуть более 200 килограммов. Одна из рейк восприняла основную часть нагрузки и разрушилась. Рейки, зафиксированные тейпом, выдержали нагрузку в полтора раза больше. Это произошло, потому что тейп не дает рейкам разъезжаться, и нагрузку они воспринимали более равномерно. Бинты для защиты рук появились раньше перчаток. Обмотка из ткани в древние времена бойцы защищали свои кулаки, а уже много позже с развитием бокса эластичные бинты, а затем и тейп, стали элементом обязательной экипировки для фиксации кистей наряду с перчатками. Вычислим наш собственный рейтинг травмоопасности этого вида спорта. Первая составляющая – тяжесть. Удары по голове не проходят бесследно. Да и смертельные случаи на ринге заслуживают восьмерки по десятибальной шкале. Частота. Среднее число травм у боксеров на тысячу занимающихся – около 130. По этому показателю этот вид спорта входит в тройку лидеров вместе с хоккеем и регби. 9 баллов. А каков индекс незащищенности? Его можно оценить на 6 баллов, несколько выше среднего. На боксерах нет тяжелой амуниции, с другой стороны, перчатки позволяют смягчить удары. В сумме 23. По рейтингу травмоопасности из рассмотренных нами поединков бокс набирает больше всего очков. За время своего существования бокс стал более безопасным за счет медицинского контроля и современной экипировки. Но это относится к любительскому спорту. Профессионалы не готовы жертвовать зрелищностью, а ради безопасности. И пока существует спрос на такие бои, всегда найдутся те, кто будет рисковать здоровьем. С вами была программа «Жестокий спорт» и ее ведущий Александр Лиен. Будьте здоровы и не забывайте про спорт. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин